эй чё блять пидороснёй пахнет ну по факт рандомно рандомно ран вкус мразоты мусси пусси пусси мусси это брошюрка гейская чё-то говнецом отдает гомосятина импортная блять ну собственно здрасте здрасте ребяточки я думаю у вас у всех дела просто заебок и все отлично и погодка вас всех радует да и так далее так далее короче обычная повседневной ебалат но у нас сегодня очередной выпуск очередной обзор очередной табак под названием notum который мы попробуем сейчас обозреть попробуем его распробовать и понять что это за продукт какие в нем минусы и какие в нем плюсы но напомню о нашей классической стандартной рубрики лучшие комментарии прошлого видоса давайте собственно у нас их будет три вот это первый вот тут 2 и вот вот 3 эти комментарии мне понравились больше всего они с такой изюминкой и очень-очень резкий дерзкий так вот а мы сейчас находимся в кальяной гонзо лаунж и давайте сделаем этой кальянной маленькую музыкальную рекламу и вкратце наверно расскажу про заведеть она очень крутое в ней очень крутой ремонт обслуживания то есть не поймешь что ли ты сидишь какой-то кальянной то ли в очень крутом люксовом заведении погнали смотреть что у нас есть у нас есть вся линейка вкусов и есть собственно две брошюрки и с них наверное мы начнем ребята пытались меня как-то подъебать и скорее всего у них это получилось очень тонко и очень уверенный такой подъем приветствуем дава они даже специально для меня распечатали бумажку сразу к делу не будем сочинять про бочки из-под бурбона и так далее или еще какие-нибудь варианты лапши ну по факту да ребята типа по факту серьезные такие и все остальное а тут пишется что ребята добивались больше года результата который им нужен поэтому они попросили меня быть максимально субъективным как это обычно есть во всех последних выпусках да мы снимаем только субъективно объективно и конечно же так как есть наш табак основан на бленде листа бёрли разных стран если спросите каких а мы не скажем но как бы всем понятно если ты берешь бёрли где-нибудь в дагестане то ты не скажешь что с какой откуда он взятый все остальное серьезно ответственно зарубежная ароматизаторы из евросоюза импортная блять фракция табака средняя не сильно крупная но и не мелкая то есть такая нарезочка средненькая до листочки не будут проваливаться в отверстие в чашке из особенностей можем выделить то что табак не закипает немало потратили сил чтобы найти выход из этой ситуации покуришь поймешь также табак хорошо восстанавливает вкусовые качества после перегрева если все именно так как здесь написано то табак должен быть просто совершенным и очень круто себя вести как в кальянных так и дома по крепости табак средний но смотря как забьешь ему уверены ты разберешься инструкция в каждой баночке вы понимаете какой здесь был жесткий подъем о том что инструкция в каждой баночке давай типа ты разберешься ну вот собственно посмотрим быстро что у нас есть по вкусам у нас есть малина есть шоколад а есть байкал байкал а есть содовая есть ирландский крем есть манго есть персик есть виноград изабелла есть груша есть космический дождь не путать золотым дождем груша мне кажется только что здесь был сбой в матрице либо сбой у меня в голове до сбой у меня в голове фреш арбузный ананасовые колечки как бы поняли так чему отсылка идет голубой грейпфрут а собственно лайм грейпфрут более миксовый вкус а и дыня вот такие вкусы нам прислал но говорит теперь разберемся со второй брошюркой я вам скажу так это брошюрка гейская вот реально я еще наверное такой гейской хуйни не читал а давайте просто возьмем рандомно 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 любую страничку да и прочитаем манго ароматный сладкий вкус экзотического фрукта с легкой кислинкой и приятным травянистым послевкусием гомосятина яркий освежающий кисло-сладкий терпкий вкус микса грейпфрута и лайма изысканное и неповторимое сочетание вкуса швейцарского шоколада изрывной свежести мяты британских пластинок автор эй чё бля ну серьезно это чё за описание такое вкусов я понимаю да там но вот реально прям пидороснёй пахнет в это все описания знаете нежный сладкий восхищенный оповещенный и прочее да то есть ну максимально прям мусси пусси пусси мусси теперь давайте собственно перейдем к основной части некоторые вкусы я уже попробовал я попробовал в этот лайм энд грейпфрут довольно неплохой вкус а мы сейчас говорим про вкус открывается очень хорошо и я еще успел попробовать арбузный фреш почему я его успел попробовать то есть почему вообще его забил потому что на данный момент на рынке по факту нет нормального арбуза вот прям такого арбуза чтобы ты его прям арбуз арбуз и я как бы возлагал надежды на этот вкус но когда я забил то получил немного не то что я хотел вот прям вот тут вот вот немного приторно немного маслянисто и немного аромка оседает на горле что не очень было приятно с данным вкусом теперь давайте собственно попробуем какие-нибудь два вкуса которые мы просто рандомно сейчас выберем нам их забьют и мы уже поговорим о технических характеристиках табака как он курится какой у него прогрев а как сильно он выдерживает температуру как у него все с мобильностью да с восстановлением и стоит ли этот табак вообще своих денег так что давайте попробуем определиться со вкусом на самом деле мне сложно с вами до разговаривать потому что вы это посмотрите тогда когда я уже это все отсниму и получится катавасия смотрите что меня впечатлило меня впечатлил байкал вот вот реально вот охота попробовать байкал мне очень понравился байкал утвелва и посмотрим что здесь будет за байкал но учитывая то что там нарисованы шишечки то это немного совсем другое наверное давайте попробуем гейский манго до которые ребята так прям его расписали просто неверо а я совсем забыл но это чуть попозже прямо вот сейчас и наверное давайте попробуем третий вкус малину ягодки да вот собственно у нас есть три вкуса малина манго и байкал тут есть инструкция которая меня производитель notum а так очень красиво подъебал рекомендации по забивки можете посмотреть на это а я вам зачитаю перемешайте содержимое банки перед использованием для комфортного курения и лучшего раскрытия аромата рекомендуем курить на чашки типа фанал для тех кто хочет почувствовать ощутимую крепость предлагаем использовать чашу типа апгрейда то есть классические пяти дыры забивка на чаши фанал сделайте отступ от калауда или фольги немного уплотнив табак сверху забив забивка на чашки апгрейд забивайте табак воздушно не трамбуйте в обоих случаях табак не отжимайте на калауде рекомендуем разогреть табак на 4 25 углях и продолжить курение на трех на фольге рекомендуем прогреть чашу под колпаком три минуты на трех углях 26 размера то есть ну-ка давайте-ка подумаем много ли у нас производителей угля на рынке которые могут дать тебе 26 размер вот тут как вот блять такая вот такое прям дичайшие уточнение то есть на фольге на 25 не проканает а на 22 уж тем более также можно использовать уголь уголь 25 размера знаете с таким одолжением ну типа ладно типа давай используй 25 раз 26 то в принципе на рынке то и нет мы выбрали три вкуса и давайте собственно сейчас все это попросим нам забить вынести три кальяна и мы это все дружненько раскурим и уже поговорим посерьезнее о данном продукте кальянчик высшего уровня ануар нам забил три чашки но туман так у нас есть малина есть байкал и есть манго три вкуса рандомно выбранные да и теперь давайте пробовать скажу так потихонечку что касается нарезки то она средняя местами очень крупной но при этом в продукте нету мусора вообще то есть нет ни палок нет ни косточек нет никаких то веток до больших максимально есть маленькие колтуны но они большой проблемы вам не составят далее а по прогреву греется достаточно быстро и учитывая то что вот так вот они стоят то как и заверял производители в принципе они не перегреваются сильно а если перегрелись то достаточно трех тяг чтобы их нормально реанимировать но есть также маленькая проблемка связанная с аромками и тем как ложится аромка на табачный лист возьмем для примера малину то я чувствую что малина ебейший крутая аромка очень приятная но в ней преобладает травянистый кислый вкус что не очень как бы приятно в данном вкусе тебе охота приятных прикольных ягод а именно малину но ты натыкаешься на такой момент что это кислит и конечно же отдает травянистостью такое ощущение как будто туда упали жуки вонючки в чашку ну и забили мы все три чашечки по рекомендации производителя две чашки у нас на апгрейде которые должны быть очень крепкими да как бы чувствоваться крепость и одна чашечка у нас на фанели так вот крепость есть она чуть выше среднего я бы сказал да но вот этот привкус непонятной травянистости с кислотой говорит о том что табачный лист выдерживает температуру а вот ароматизатор нет да я прям чувствую нотку прямо такого перегрева и она немного меня отпугивает вроде производитель заверял немного другое но в целом если на это не обращать внимание не допускать такого как я экспериментально их перегревая да и долго держа то вот тут а вот туда вот приятность она прыгает и если так оставить кальян то явно курильщик стандартный да то есть обычный курильщик который курит дома он не захочет с ним ебаться а просто отправит табак в мусорное ведро а что касается манга она у нас забита на фанели вкус вот охуительный вот ничего не скажу но вкус приятный манга здесь не зеленый манга здесь не мультяшно сладкий вот он нейтрально и там и там то есть максимально естественный вкус манга но также есть маленькая проблема в этом вкусе он в целом заебись охуительный вкус но также здесь тоже присутствует привкус травянистости хотя в манга это вроде нормально да но когда у тебя и малина травянистая и манга травянистый получается из трех рандомно выбранных вкусов тебя это наталкивает на маленькие подозрения не будут ли все остальные вкусы такие же травянистые да ну и рекомендация реально правдивая на фанели получилось все довольно таки мягко не крепко приятно и идем к нашему третьему вкусу это байкал кальянщик кануар его сразу забраковал он говорит честно чё-то говнецом отдает ну не в плане пахнет говном а так себе вкус получился он говорит не очень правильные кита пропорции и не очень не сильно понравилось но как говорится весь табак на вкус и цвет и здесь крайне сложно быть максимально объективным да все равно субъективность и какое-то личное восприятие и личная любовь и неприязнь к чему-то потихонечку берет вверх но я как бы стараюсь вот с чем почему назвали вкус байкал непонятно потому что как бы сразу наталкивает на лимонад но тут нарисованы шишки этим вкус меня и заинтересовал знаете на что вот вкус похож мне в принципе он нравится только по одной причине потому что в детстве сука я жрал эти шишки то есть если ты жрал такие шишки да как бы которые на полу валялись то их срывал либо брал с пола под елками под елем или почему они растут открывал и пытался жевать потому что кто-то из взрослых говорил что это очень прикольные надо это есть вот прям один в один выдержанный вкус но он максимально на любителя он с такой пряностью он с такой горчиночкой и он очень очень в соло неприятный но я почему говорю что он охуительный потому что вкус они смогли воспроизвести максимально реалистично по дымности все окей прям не придраться потому как вымочен табак в нем нет какой-либо слизи пропитан достаточно оптимально так чтобы это не выливалось но есть косяк данных баночек кремовых они протекают потому что они как бы не за не задрочены под ароматизаторы какие-то химические элементы что начинает их выгинать и они теряют свою герметичность поэтому мы сидим с липкими руками и столик у нас потихонечку затекает потому что не все баночки выдержали определенный ароматизатор вкус прикольный мне на самом деле понравился ануару не понравился и здесь как бы говорится дело вкуса в целом давайте подведем маленькие итоги по нотому то что в плане ароматизаторов какие-то вкусы прям очень хорошие какие-то вкусы прям максимально не удались например малина она просто в ауте и с ней мало чего можно сделать в данном моменте да она просто кислит и она отдает именно травянистостью это не есть кайф а что касается с шишек они очень прикольно их прикольно очень курить но недолго и по-любому не в соло хотя и в миксах сложно придумать куда можно его запихать если только гость не скажет вам типа забей мне мразоту вот хочу вкус мразоты тогда окей а что касается манга тоже очень понравился очень прикольный естественный натуральный вкус манга при этом не перья как это слово не переспелый возможно даже не до спелы но при этом без максимальной травянистости то есть такой сдержанный вкус а в целом но тому есть место на рынке есть место на определенных полках но вот его нужно до конца подкрутить все сделать кстати забыл сказать до продукта акцизный скоро будет или уже и уже акцизный потому что когда мне его высылали и когда я его получил прошло хорошее количество времени и возможно у ребят уже все окей с акцизом и со всем остальным что касается их него энтузиазма нельзя об этом забывать очень круто все сделано и нужно еще учесть внешний вид банки а именно наклеечка не очень прикольные зеркальные отсвечивают свет не просто какая-то бумага на которой что напечатано да в целом продукт хороший но за исключением некоторых вкусов и я думаю что производитель немного поправит посмотря этот обзор и сделает какие-то выводы так что ребят это до воды это обзор табака нотум мы находимся в кальяной гонзо лаунж который находится по адресу мажайское шоссе 34 а